добрый день дорогие друзья приветствую вас в поселке витязево не поверите это проспект мира который администрация города курорт анапа обещала привести в порядок сейчас вы видите свалку на моем фоне выглядит конечно печально туда дальше до дома культуры обещают сделать дорогу может быть она когда-то появится у ее просто с нетерпением ждем и сегодня мы от пересечения вот сюда сзади меня пошел перевод приморский прогуляемся до моря и посмотрим как она здесь выглядит не забывайте подписаться на стрелкам канал море ос также будем очень рады вам в основных соцсетях это одноклассники вконтакте яндекс цен где можно найти меня как юрия озаровского и пошли прогуляемся сожалению все очень печально внешне выглядит хотя мы вроде бы немножко дорожные покрытия улучшили в ту сторону будем надеяться что все-таки исполнит свое обещание сделают его действительно проспектом потому что там даже лавочки стояли красивое освещение мы это очень сильно хотим и ждем здесь у нас алиман с правой стороны у тебя стал практически полноводным вот 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 сейчас взорвутся уже наши фруктовые деревни медаль уже отцвел гораздо раньше ну вот они и это наверно у нас абрикос и вот камень джорделя хочет зацвести еще немножко появятся белые невесты и не возму нас везде по всему городу с левой стороны у нас находится гостиница есть она у меня на канале на обзоре хорошие номера можете пойти поискать посмотреть по куче и вы с правой стороны чтобы вы сильно не разгонялись установили фс ки так понимаю для ограничения скорости движения но смотрите гостевой дом лиманный берег на самом гостевой дом я обзор не делал но полу два раза я уже снимал обзор на бани здесь происходят всякие банные процедуры с ребятами с которым я ходил но мы в принципе сами сюда ходили с чайником были хорошая банька могу вам советовать ремонтируют канал наш который должен воду отводить свете он всегда тут был потом его застроили теперь типа ремонтируют и восстанавливают хорошо что работа не остановились ну что слух такой прошел что финансирование прекратилось и все на этом все прям идут работы выглядит очень трудно красота то есть даже под дорогой здесь будет большой такой лоток обустроен который сейчас заливают вовсю хорошо под в одном месте есть возможность противить и поставили как и заглушка чтобы вода не уходила и воду прокачивают трубами эти такая вот будет системами класс и выглядит как современное сооружение по водоотведению есть на что вода мне вот такая вот не нравится я понимаю что сейчас и вам ее прокачивает дальше но все-таки хотел чтобы было более чисто далее она попадает в лиман фильтруется раз таки всеми вот этими камышами и вот вытекает сейчас данный момент в море мы видели сами прорвы отдельные видео сюжеты можете посмотреть как лиман прорвало в море поиски вбить и все это увидеть сейчас видите вот эти две трубы которые представляете должны были выполнять функции вот это вот водоотводного канала мне кажется есть вот его действительно по фану сделать бы по всей длине представляете от в чембургского озера через джемоте и вот такой вот канал бы чтобы мосточки классные были прикиньте вот не думают сразу туристической составляющей то есть насколько круто было бы потом гондольера гондолу и погнали погнали водный транспорт запустить ребят действительно можно было бы кучу лодок поместить и гонять представляете эх ну мечты мечты сюда приходит этот водоотводной канал через все гостиницы и вот до сюда уже все реализовано смотрите уже утки нырёвочки где ездятся значит там постепенно жизнь восстанавливается и дальше впадает в лиман а раньше старое русло вот оно здесь направо уходило и впадало в лиман прямо уже здесь наверно на этот пятачок какие-то другие планы хотя он вроде бы находится под охраной но и и вот эта часть была всегда лиманом чтобы понимали ребят были тут какие-то островки но это все было лиман мы здесь бычка ловили кидая трубы в воду там приходишь доставляющих и все но пришли деньги которым говорят нам нафиг лиман не нужен нам надо земля который можно продать и мы в итоге получили комплекс гостиниц пак аттракционов и вся все остальное мы ждем конечно окончания всех этих работ и надеемся что в дальнейшем увидим прям хорошее решение всех этих вот проблемных моментов которые у нас были выглядит работа прям ну круто и профессионально продолжаем движение по улице мира с этой стороны мы тоже можем увидеть что перекрыто движение я думаю что клеток точно как минимум этот переход возобнают потому что тогда если будет очень все плохо и печально то есть и со всех сторон слышны звуки каких-то ремонтов это говорит о том что уже идет подготовка гостиниц на комплекс которые не готовы и везде появляется жизнь что приходит жизнь витязь вот вам понедельник пожалуйста март месяц конец марта чуть-чуть и апрель май и лето но уже вовсю начинает все шуметь и готовиться к сезону гостиницы допустим престиж отель гала пальмира я на кис это у нас островок это гостиница называется понтас отель мы как-то раз тут внутри даже были это у нас гостиницы элиза как хочется побольше обзоров в этом году честно поснимать на гостинице так что если что приглашайте граждане отельеры с удовольствием бы сделал если даже денег нет у вас я могу сделать абсолютно бесплатно если деньги есть то пятерка так что буду буду очень рад хорошие качественные обзоры для наших подписчиков чтобы показать как она выглядит мы добрались до южного проспекта с правой стороны у нас через проспект здесь находится спортивный комплекс крытый игровой то есть там происходит разнообразно нас соревнования ну а с этой стороны можем увидеть гостевой дом зодиак туда тоже несколько гостиниц и вот в эту сторону нас тоже гостиницы гостиницы в общем у нас везде здесь гостиницы гостиницы зеленая травка он уже сдутые одуванчики то есть весна идет весне дорогах большие движения везде люди идут скорее всего что про будут происходить какие-то соревнования из-за этого детей стало гораздо больше ну либо просто спортсмены поехали на тренировку она пославится с обновитесь его своими пляжами по которым можно побегать ну и вот что-то спортивном комплексе происходит от первенства россии с 26 по 31 марта проходит тэквондо ребята работает магазин супермаркет астория можно прежде чем купить слушайте сколько хожу мимо него не всегда думал что не работает оказывается он люди уходит покупать функционирует ну и с одноименной гостиницы история с той стороны находится также здесь вроде как должен функционировать фитнес-зал много людей стекландо приехал спорткомплекс этот подкармливать и гостиницы которые вокруг находятся ну что все спортсмены которые здесь приезжают в витте что все заставлено машинами кстати сколько народу сразу заехал то есть это астория бавария туда у нас тоже отеля и все забиты людьми которые приехали на тэквондо поэтому артур такой счастливый довольно ходит ли все тоже очень много у них здравствуйте спортсменов отдыхает и у них там прям кущей чашлык шаурма так что все витязь его рады этим моментом друзья мы кстати подходим уже золотому руно отель который есть у нас на обзоре мы уже снимали столовая его что ребятки если вы ищете место для отдыха можете рассмотреть и этот вариант ну как приятно сколько мы гуляли по витте сюда и постоянно ой где люди ой где люди сегодня идем везде люди везде люди везде машины везде жизнь коснется марина где у нас владимир савинский работает заставлена парковочка машинами и номера то не местность 161 ладно это наши это 136 регион по приезжали гостевой дом патра подписчики мы здесь отдыхали тоже говорю что все понравилось следующее у нас улица знойно-серебряный нас каждый из них снимай по кварталу и здесь у нас находится еще к мир относится гостевой дом или ада тоже есть на обзоре можете смотрите пользоваться наши черешня пока еще не распустилась мы очень ждем то что мы любим ворованную черешню здесь она сама вкусно на улице растет правда подрезали в этом году чтобы такие как я не ели и особо и подходим к деревьям магнолии сожалению магнолия у нас еще не расцвела пытается и очень хочет этого эти котики раскрываются один уже есть вот-вот появится цветок когда же ты когда зацветешь магнолия с этой стороны вообще ни одного котика еще не выпустил в течение недели есть будет сохраняться тепло думаю маг отель находится в ту сторону и там артур собирается в этом году жарить шашлыки продуктовый магазин и здесь находится конечная маршрутка которая у нас двадцать третий он что ли называется ходит через у витязева на пляж туда дача гостиница артика и туда дальше параллель находится идет переоборудование очень круто большое кафе хотят замутить будем глядеть за всем этим моментом что сделали бордюрчик с этой стороны с той стороны навесы меняются из его готовится там еще работают плане тоже что-то делают и сама улица мера правда не очень уютно сейчас выглядит и красиво но я думаю что клет это все изменит здесь по-моему без изменений никаких нововведений нету с эта улица спит ждет же сезон чтобы поднять ролет и начать все продавать обычно спрашивают когда у вас и начинается надо с 1 мая примерно начинается движуха то есть еще месяц и начнут запускаться все торговые точки и все открываться потихонечку конечно большинство все таки открываются именно в летний период чтобы максимально прибыли заработать и закрыться ситуация здесь конечно по всему нашему основному бизнесу но все еще шутки есть где поесть авторах это можно сделать поселиться есть где то есть есть работающие кругу родичные гостиничные комплексы ваша задача иметь желание возможности финансов приезжайте отдыхайте наслаждайтесь все будет полном объеме туда ведь этого куча еще гостиницы будет открываться еще один поворот здесь много гостевых домов уже готовых но пока никак не запускающиеся до конца и самое знаете показательно вообще ни одного деревца просто выжженная земля это то насколько бизнесу зелень нафиг не нужна и только нужны бабки 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 и все начинают точки открывать на чистят моют подготавливают к сезону кафе пейте кафе тоже в общем потихонечку я думаю что все хотят подготовиться и открыться пораньше ну от этого я думаю что ни от кого из тех кто готовится не зависит а зависит все только от вас тех людей которые сюда приезжают если приедете то вот конечно же все хорошо не приедете ну тогда все закроется обратно улица мира у нас упирается в дюну направо здесь идет еще у нас улица с киевская большим количеством гостиниц которые находятся помиже некоторые из них есть у меня обзорчики допустим отель идеал то здесь находится здесь был апельсин джаник я брал в аренду два этажа верху тоже работала здесь появился навес в эту сторону вот так вот видо изменилось очень много изменений могу вам сказать что прям удивлен что там 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 работа 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 и сюда тоже к этим гостиницам подъезды проход к морю можно вот сюда кстати пройти не обязательно выходить сюда на право то есть варианты у вас есть всегда как он кстати новый навес напишите дамы господа нравится не нравится отошли сюда чуть подальше здесь тоже как арочный проход и до сюда именно сделан вот этот вот навес а дальше нас ведет наши чудные дюны дорожка деревянные привет дюны любимые наши песчаные или золотые пляжи анапы золотые ну что и песок этот столько денег приносят тем кто на нем работает и зарабатывает для отеля мы этим в общем местом притяжения является самым большим именно нашим дюны и вот обратно вид вам на все отели и гостиницы почему-то всегда слышу о том что вы не представляете как это тяжело говорит летом там или вообще подниматься по песку люди приезжают на песчаные пляжи и хотят при этом чтобы у них был прям гладкий подход к морю желательно без каких-либо бугров я боюсь вас расстроить что если не будет бугров то море будет вас в номерах но сами подумайте да то есть у нас куда-то потечет так что бугорок обязательно присутствует в этом случае наши дюны еще являются и защитой вот этих всех отелей которые находятся сзади меня от ветров потому что когда ветер дует с моря поверьте мне у него сила очень большая и большая влажность а на дюнах он как на трамплине взлетает и уходит выше поэтому у нас витязь его или на пенежском проспекте гораздо тише ветер чем на море и это очень классно если взять любой другой район или города где набережная прям по берегу расположены и люди туда стекаются все на прогулки то уже не сможете погулять сильный ветер будет некомфортно по напиже спокойно по пенежскому проспекту по витязьевой по многим другим местам в общем всегда можно найти место без ветра и мы пришли наши пляжи такая красота ребята напишите обязательно любите ли вы такие места или я единственное кто их обожает с утра не понравилась чистота моря из-за того что в сторону взмученность большая и я не стал купаться ну прийти прогуляться с большим удовольствием завтра нас тоже обещают немножко ветра ну если вот такой ветер будет как сегодня как вчера то в принципе на него согласно что это не ветер а такой морской прям свеженький бриз огромное количество разнообразных навесов будок заброшенных не очень заброшенных голубь сидит тоже что-то ждет ведь уже строят это новая да в этом году отдых арочные такие конструкции бац бак поставили и типа приходите выпивайте наслаждайтесь и вот здесь то же самое потому что люди прогуливаются кто-то с металлоискателем кто-то просто гуляет на пляже о самое главное ребята шторм купание запрещено не купайтесь это сейчас действительно актуально цвет нечестно или не очень море заходит водичка мне не нравится мутная поэтому подождем хорошей погоды когда все успокоится у нас почему до такой цвета воды потому что когда развиваются штормы беги он взмучивает песок вода в себе содержит очень много песка на поэтому меняет цвет моря на камнях этого нет потому что там особо ничего звучит там только если ил с рек выносит они тоже вода более так что у нас вода может сказать даже в шторм чище чем в тех местах ну что это просто 500 а там грязь перемешивается температура моря восемь с половиной градусов температура воздуха у моря примерно такая же донки прохладный ветер будет именно оттуда это немного не разу что южа всегда ассоциируется с тем что тепло и хорошо вот здесь сейчас как есть дорогие мои в общем если любите море несмотря ни на что приезжайте мы будем очень рады вместе с вами разделить счастье нахождения именно возле него потому что оно прекрасно и красиво во все времена ну и дорогие друзья не забывайте лайком и подпиской поддержать нас дальше для вас будет еще немножко морюшка надеюсь что прогулка вам понравилось и что-то интересное для себя подчеркнулись минутка тишины удачи если вы не хотите что-то